Войска 1 Белорусского фронта Войска 2 Белорусского фронта устремились на север, в Померанию, к берегам Балтийского моря. Последний победоносный удар советских войск стал уже достоянием военной истории. Мы расскажем об одном эпизоде войны, происшедшем в замке Кессель. Войска 2 Белорусского фронта Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Сейчас же привести все в порядок. Это приказ. Картошка. Войну заниматься только селекцией картофеля. Звучит не очень правдоподобно. Господин Хайнце, я вам не верю. Лаборатория. Да, здесь велась научная работа. Но какова была ее цель? Что за опыты здесь проводились? Тот ли он человек, за кого себя выдает? Дорошенко. Как я тебя понимаю? Кто он, этот Хайнце? Военный преступник, скрывающий свое истинное лицо под маской ученого? А если действительно все, что он говорит, правда, как проверить, ни свидетели, ни доказательства? Почему до последней минуты он оставался здесь? Почему не ушел со своими? Получил особое задание? А при чем тут картошка? Герб, замок, графиня, чертовсина какая-то. Ну как? Хорошо побеседовали. Без передыху. Вы выращивали свою картошку, и вас больше ничто не интересовало. Не предлагали вступить в нацистскую партию, не призвали в армию, из чистого человеколюбия вас оставили в покое. Мне трудно вам это объяснить. Придется. Ленинград пойдет в этом месяце. Москва в следующем. Украина переходит в мое ведение. А вы? Сидите здесь. Таблицы, схемы. Занимайтесь ерундой. Пора вылезти из своей скорлупы на свежий воздух. Поедемте со мной на Украину. Я подарю вам усадьбу возле Киева. На берегу Днепра. Земли там черноземные, плодородные. Вы выращиваете новые сорта картофеля. А нам нужен новый сорт людей. Новая раса. Людей селекционировать нельзя. А для кого вы думаете, мы завоевываем мир? Для этого нового сорта людей. Найдите себе замену, передайте свое хозяйство и поезжайте с нами. Вы нам поможете обучить переселенцев, которые ни черта не смыслят в сельском хозяйстве. Боюсь, я не подойду для этой ответственной роли. Я ведь не национал-социалист. Не пройдет и полгода, как вы им будете. Можете мне поверить. Так что для начала вступайте к нам в партию. Научная работа превращает человека в аналитика и наблюдателя. Поищите кого-нибудь другого. Украина еще не вся Россия. За ней огромные территории. Сибирь, Тайга, до Тихого океана путь нелегкий. Доберетесь? Во имя победы каждый немец должен стать завоевателем. Я не принадлежу к категории завоевателей. Через пару лет, когда весь Восток станет нашим, вы у меня на коленях будете вымаливать клочок земли. Передайте привет графине. Бернхард! Они уже здесь. Русские? Это ты их затребовала? Управляющий. Но с моего ведома. У нас не хватает рабочих рук. Ты удовлетворена? Теперь, когда я их увидела, меня охватил страх. Чего ты испугалась? Враг будет жить в нашем доме. Погоси. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я же себе позволил принять от Гиммлера почетный кортик СС. Русские мне этого не простят. Я отвезу вас в Вюртсбург. И ты возьмешь на себя управление моими землями. Я не умею управлять. Проформа. Разумеется, проформа. Я временно отойду на второй план. Возможно, американцы начнут экспроприацию земель, принадлежавших нацистам. Ты, Бернхард, единственный антифашист в нашей семье. Получишь за это мои винные погреба в Мозеле? Я знаю, что он скажет. Сожалею, что не картофельные поля. А вино я предпочитаю только в бутылках. Благодарю. Все эти 12 лет я терпел твои чудачества. Я позаботился о том, чтобы тебя не призвали в армию. Сейчас на карту поставлено все. Я не за тем трудился все эти годы, как проклятый. Жил, как отшельник, чтобы теперь присмыкаться в американских приемных. Я почти у цели. Через несколько недель я смогу выяснить вирусоустойчивость моего нового сорта. И тогда... Через несколько недель здесь будут русские, пойми это. И клеющие угли, на которых большевики будут поджаривать твою чудо-картошку. Вы никогда не были хорошим подъемником. Вы играешь со временем рулетку. Жил некогда Архимед. В город ворвался враг, а он не прервал своих математических вычислений. Он был истинный ученый. И что же? Римляне его убили. Да! Но он остался жить в веках. Гавриэль, вели уважить наши вещи. Ты полетишь. Вместе со мной. Да? Для меня было бы лучше, если бы ты улетела с отцом. А для меня нет. Мне было бы спокойнее. Пойми, я... Умей правильно поместить капитал, мне говорил отец. Мое единственное капиталовложение, это ты, Бернхард. Я его не хочу потерять. Вино мне нравится. Архимед, как известно, поджег флот римлян. Архимед был грек, а не римлянин. Так значит, фашизм, Гитлер, война, как будто не существовали. Знаете, почему я оставался в стороне? Германии я не желал поражения, но я не хотел, чтобы Гитлер победил. Чтобы Гитлер не выиграл войну, но при этом Германия ее не проиграла бы. Нелогично. Возможно. Ну, допустим, вы сказали правду. Это действительно новый, необыкновенный сорт. Но вы могли бы его вывести двумя годами раньше, верно? Ну, скажем, при более благоприятных обстоятельствах. Да. И это Гитлеру помогло бы и спасло бы оставшихся в живых. Ученый не должен зависеть от того, что происходит на политической арене. Науке не важно, кому она играет на руку, а кому нет. Науке да. Представителю науки нет. Он должен иметь свои убеждения и не бояться их отстаивать. И отвечать за них, если придется. Жизнь скоротечна. Время ограничено. Если тебе хочется сказать нечто принципиально новое, надо спешить. Какая удобная позиция. Пусть рушится мир, гибнет цивилизация, и я не в ответе. Смею надеяться, что не все немецкие ученые занимают подобную позицию. Невмешательство и равнодушие. Товарищ лейтенант, посмотрите, кого я привел. Вы откуда? Мы из великих внук. Да здесь-то вы как оказались? Нас пригнали сюда. А потом перевели в концлагерь, 20 километров отсюда. А когда наши подошли, нам удалось бежать. Мы прятались. Мы есть хотим. Вы проходите, садитесь. Скажи повару, пусть тащит все, что повкусней. Ой, спасибо вам большое. Не перестаньте реветь. Скоро будете дома. Вы где работали? Да здесь. В этом замке? Ну да. Вы не уехали? Господин Хайнце? Человек в белом халате. Вы знаете этих девушек? Да. Месяц тому назад их увезли на какую-то фабрику. В концлагерь. Вы знали об этом? Нет, я не знал. Действительно не знал. Где девушки жили, когда на вас работали? Во дворе. Как во дворе. Где вас здесь размещали? В погребе. Вот как. Пойдемте, покажите. И вы тоже. Пойдемте. Пойдемте. Продолжение следует... Вы не фашист? Нет. Вы человек науки. Ни одного взгляда ни влево, ни вправо. Мешает сосредоточиться. Хозяйством я доложена и наш управляющий. Я понятия не имел, где живут девушки. Заприте его здесь. Товарищ лейтенант, он неплохой человек. А что в нем хорошего? Немец есть немец. Продолжение следует... Ты почему не пошла спать? Не хочу А что входило в твои обязанности? Я работала в парниках все два года Целыми днями, а иногда и по ночам А почему по ночам? Топила печку В парниках всегда должно было быть 18 градусов И это была моя обязанность Что думаешь о ханце? Он почти со мной не разговаривал А как он К тебе относился? Не обижал? Однажды Он подошел ко мне, когда я пила воду И сказал, что вода хороша только для растений И предложил выпить молока Я сказала спасибо Но все наши девушки пьют у вас только воду Через несколько дней нам стали давать молоко Но недолго Наверное, было бы лучше Если бы он вообще о нас не заботился Если богач дает нищему копейку Разве можно за это назвать его неплохим человеком? Ко мне он был добр, а там не знаю Оправдываешь его? Да нет Но я не осуждаю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господин Хайнца Вы знаете Почему нас отправили в концлагерь? Вы сказали управляющему Чтобы нас лучше кормили На допросе нас спрашивали Что, Хайнца, друг русских? Ну что? Наговорились? Пошли До свидания Мы больше, наверное, не увидимся Но ведь Скоро наступит мир Для вас Субтитры создавал DimaTorzok Ваша супруга, где она? Здесь. Здесь? В саду. Где? Сегодня утром я ее похоронил. Нам было приказано покинуть замок. Зачем ты столько с собой берешь? А что? Все оставить им? Субтитры сделал DimaTorzok Вернхард! Скорее! Все уже ушли! Девушки отдыхают... 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 Я любила тебя Ну, а ты? Ты меня терпел Габриэль, что ты говоришь? Мне было хорошо с тобой, но одиноко Мои друзья тебе не нравились? Твои друзья меня избегали Я боялась, что ты меня оставишь Габриэль Разве тебе не приходила в голову эта мысль? О, немецкому рейху пришел конец Слышишь, фронт уже близко Так же, как и вчера Слышишь, фронт уже близко Слышишь, фронт уже близко Продолжение следует... 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 Продолжение следует...